всем привет мои хорошие с вами светлана и сегодня у нас обзор новинок фаберлик будем вместе с вами их тестировать расскажу и покажу что понравилось а что нет итак поехали так девчонки по серии новой для волос салон киа которая уплотняющая мульти коллаген сыворотка шампунь бальзам шампунь артикула 1283 бальзам артикул 1284 и крем флюид артикул 1286 что могу сказать уже три раза с этими средствами мыла кожи головы волосы и какое мне сложилось впечатление шампунь а промывает хорошо пенится средней мне вот со второго раза было нормально с первого разу не всегда почему-то плохо пенится на 5 сколько смотря нести средний даже больше среднего то То есть, ну, нормально пенится, даже с первого раза можно промыть. Но я со второго. Волосы слегка запутывает. Ну, у нас здесь, по идее, я сейчас поближе вам покажу, кто-то просил состав показать. Они же у нас с вами бессульфатные, по идее. Да? То есть подходят даже для волос после кератиного выпрямления, после таких процедур, где противопоказаны средства по уходу за волосами, сульфатами и со всякой вот этой вот шнегой. Так, что скажу. Шампунь классный, все супер, нареканий никаких нет. У меня в последнее время умный кератин, по-моему, из этой серии вызывал пушистость. Здесь нет. Вроде как эстетическое электричество снимает тоже вот нормально, все отлично. Бальзам. Моментально под руками разглаживаются волосы. Хотя здесь не должно быть ни силиконов, ничего такого. Я вам покажу и состав бальзама, и состав сыворотки, всего покажу сейчас. Как будто там большое количество силиконов. Прямо наносишь на волосы и сразу после того, как шампунь их спутал, бальзам их разглаживает моментально. Это под руками уже ощущается. Это круто. Поэтому могу прям для мега поврежденных волос вообще смело рекомендовать бальзам 100%. Сыворотка. Крем-флюид уплотняющий. Слушайте, мощная артиллерия тоже для поврежденных волос. И так как у меня волосы сейчас не сильно поврежденные, да, и кончики нормальные, и все. Мне было много. Мне вот этих средств вместе, втроем, было много. Я первый раз нанесла еще крем-флюид на всю длину волос. Ну, на корни, конечно, прям совсем не наносила, но на всю длину волос нанесла. Посушилась. И смотрю, никакого объема. Вот, ну, нет никакого объема абсолютно. Волосы гладкие, изумительно. Не скажу, что прям сильно утяжеленные. Нет. Но мне именно, мне не хватало прикорневого объема. Как я их не укладывала, они не хотели вот тут стоять. Но вы меня поняли. Попробовала наносить только на кончики. Та же самая песня была. Сейчас хочу вообще его не наносить. Помыла волосы шампунем. Бальзам подержала. И сейчас буду сушить просто так вот. Все без ничего. Вот сейчас чуть-чуть голова еще подсохнет. И буду укладываться феном. И посмотрю. Так волосы, девчонки, безумно мягкие. Они еще мокрые. Живые. Такие вот, ну знаете, очень мягкие. Вот по мягкости прям супер-пупер вообще невероятно. И вот, допустим, в отличие от вот этой серии, новинка, да, тоже недавняя, здесь есть кондиционирование. Тоже разглаживание. Волосы блестят, упругие, мягкие. Все как бы отлично. Но в то же время здесь чувствуется кондиционирование. То есть волосы объемные, подвижные. Вот здесь я этого не увидела. И, по сути, это у нас уплотняющая линейка. Уплотнения я не увидела тоже. Волос безумно мягкий, но он тонкий, он не плотный. Вот, допустим, как филлеры, там тот же белорусский витекс. Для уплотнения. Ты когда его делаешь, ты потом видишь, что волос как будто бы стал толще, как будто бы он чем-то заполнен. Здесь не увидела. Уже три раза вот подряд мою голову именно с этими средствами. Именно уплотнения не увидела. Волос безумно мягкий. Он очень мягкий. Он блестящий. Он гладкий. Но уплотнения и кондиционирования здесь нет. Вот что хочу сказать. Надеюсь, правильно вам донесла. Кто уже попробовал, в том числе и розовую линейку, обязательно свои отзывы пишите. Будет интересно. Вот сейчас попробую посушиться. Ну вот они тонкие. Они такие вот живые, тонкие, натуральные, но они тонкие. Нет уплотнения. Это не уплотняющая серия. Эта серия с очень крутым комплексом для поврежденных волос. Вот для поврежденных волос, осветленных, когда волосы жесткие, для смягчения волоса. Вот у кого жесткий, толстый волос. Вот это да, но не уплотняющая. Вот это мое впечатление. Так, ну все, пойду сушить. Ну что, девчонки, посушила волосы. И что хочу сказать. Да, без сыворотки как-то пообъемней. Пообъемней, как видите, пушистости никакой нет. Волосики лежат хорошо, гладенько. Очень-очень мягенькие, но опять же не могу сказать, что есть какая-то плотность. Вот они у меня по сути такие и есть. Как бы, когда средство уплотняет немножко по-другому. Не знаю, может тут накопительный эффект. Может, когда уж полфлакона, да из расхода уже будет видно. Вот. Без сыворотки как-то вот да, пообъемней действительно. Ну пока, по крайней мере, завтра буду смотреть. Что мы будем делать с вами дальше? Я уже накрасилась без туши и без подводки. Будем тестировать подводочку новую из линейки Хаяль. Хаяль, как правильно, напишите мне. У меня зелененькая, 67-76 артикул. Такие дебаты на ютубе развернулись в комментариях, чем точить карандаш. Девчонки, чем точить карандаш? Точилкой. Представляете? Точилкой. Он не выкручивается, его надо точить точилкой. Ну и что, что тут пластик? Вместе с пластиком стачивается. Такие карандаши, фаберлик и в принципе уже давно круглом. Обычной точилкой берем и точим. Не боимся. Так, давайте делать стрелку. Стойкость мне на руке понравилась, насколько вы помните, в заказе. Она прям такая классная. Понравилось то, что это такой зеленый, приглушенный. Не яркий. Я сейчас пока межресничку прорисую. Работать карандашиком удобно. Прям удобненько. Мне нравится. Когда затопится, заточим. Здесь есть шиммер. Равномерный такой блеск сияния. Это хорошо для уставших глазок. Потому что сияние над центром глаза, вот тут, всегда очень хорошо омолаживает глазки. Делает взгляд более свежим. Я прям рисую такую толстую сейчас, чтобы вам было видно. И по цвету оценили, как на глазках вообще смотрится. Маленькую стрелочку нарисую. Малышку. Так. Не ряби. Малышку. И пошла такая. И вошла во вкус. Я при естественном освещении продублирую еще потом. Так, и второй глазик. Он очень мягкий. Наносится хорошо. Цвет отдает хорошо. Я думаю, он не будет отпечатываться. Он достаточно быстро зафиксировался на руке. В прошлый раз. И в принципе, никуда не делся. Так, красота. Главное проплешин не оставлять. Ну, мне в этом плане удобнее у меня татуажами же реснички. Так. Так. Смотрим, одинаково и нет. Ну, практически. Хороший такой приглушенный оттеночек. Не ярко-зеленый в глаза не бросается. Не вырви глаз. Раз, но в то же время зелененький. Так. Сейчас тушь нанесу и покажу при естественном освещении. Девчонки, сейчас сразу расскажу, пока взяла. Средство у нас еще с вами для ухода за ногтями и кутикулы. Вот это халяль зеленая. Это 6777 артикул. Что хочу про него сказать. Средство прикольное. Но у него такая одушка нереальная. Вот вы себе не представляете. Средство прикольное и очень-очень питательное. Из всех средств для ногтей, для кутикулы, что есть Фаберлик. Это самое питательное средство, могу сказать смело. Фаберлик есть маслянистая. Вот это двухфазная, да. И так далее. Другие. Но они так не питают. Вроде масло масляное, но не питает. Не впитывается, значит. Здесь действительно масло масляное. Сочи крутой, гурманско-ванильный. Я вам уже говорила. Какой-то ванильно-фруктовый, одушкой. Прям безумно круто пахнет. Мне очень нравится. Хочется такой парфюмчик на холодную осень. Знаете, как согревающий глинтвейн с ароматом ванильки. Вот прям вкусненько. Но это масло масляное. То есть руки блестят. Какое-то время продолжительное. Я люблю в основном на ночь. Или когда знаю, что точно в течение часа воду не полезу никуда. Я нанесла, как бы и с маслицем ходишь. Хватает еще потом на все руки. Вот видите, масло масляное. Да. Но питает нереально круто. То есть уже сразу чувствуется смягчение. Бывают пустышки масла. Вот реально. У меня таких много встречалось. Нанес вот. А все равно вот нет питания. Оно не впиталось почему-то. Какой-то барьер просто масляный на коже создался. Здесь нет. Здесь реально очень крутое смягчение. Так, свотч при естественном освещении. Вот видите, как переливается. Ну а макияж стрелочка. При естественном освещении. Красиво. Вроде как и не сильно. Там она какая-то угольно-черная. Но в то же время не броская такая. Но если тоненькую сделать. Я специально сейчас сделала потолще. Чтобы цвет передачи была. А так я делаю тоненькую. В основном это просто межресничка. Будет очень аккуратненько смотреться. Но в то же самое время подчеркивать глазки. Расширять их. И блеск вот этот небольшой. Он тоже дарит такой вот свежий взгляд. По туши сразу скажу. Потому что знаю, что будете спрашивать. Это лореаль зеленая. Пока она и только она. Это дикий восторг. Вот так. Так, девочки. Теперь по парфюмам. По новым парфюмам. Даю свой отзыв. После ношения по несколько дней каждого. И мужской в том числе. Муж пользуется и носит. Что могу сказать? Да, они действительно нестойкие. Я чувствовала на следующий день на одежде. Я вот прям когда ролик снимала. Обзор заказа. Я напшикалась розовеньким, по-моему. Да, первый день розовеньким. И я как следует попшикала одежду. В которой ложилась спать. И на утро не чувствовала ничего. Вот только если прям принюхаешься, берешь вещь, носом в нее втыкаешься, есть какой-то легкий отголосок. В среднем стойкость 2 часа. То есть 2 часа. Первый час вообще играет ярко, классно, суперски. Мне прям безумно нравится. По поводу крышек, да. Вы, конечно же, правы. Многие отметили, что снимается только верхняя. Но простите, у меня снималась вся. И снимается до сих пор. Поэтому вот так. По поводу крышек, да. У мужского парфюма она гораздо лучше сделана. Но здесь, как бы, девчонки, что вы хотите? За туалетную воду, за штукарь, простите, 50 миллилитров. А по скидке-то еще дешевле они были. Чтобы тут крышки какие-то там навороченные были. Нет, не будет, конечно. По поводу стойкости, да. Она немножко меня разочаровала. Хотелось более стойкий. И по поводу красного парфюма. С действительностью он перекликается. С ласт черри. Мне это безумно нравится. Это такой вот глинтвейн компотик. С очень интересным шлейфом. Который, к сожалению, тоже быстро исчезает. На холодную осень. Прям вот класс. Прям даже на зиму. Вкусненько обволакивает. Прям согревает. Классный аромат. Мне безумно нравится. Вишню я здесь отчетливо тоже чувствую. Так и не смотрела, кстати, описание парфюмов. Но мне это не важно. Нравится, значит нравится. Не нравится, не нравится. А что там написано? Написать можно все, что угодно. Так, что еще сказать? По мужскому то же самое. Да, маленькая стойкость. Ни на одежде нигде. На следующий день не чувствую. Но аромат обалденный. Мне, например, очень нравится. Его нам уже слышать. Многие, вы знаете, любят вот парфюмы. Кто-то пишет, меня там парфюм душит. Я не люблю вот такие вот громкие, кричащие. Когда с одного пшика ты ходишь и неделю пахнешь. Я люблю такие наоборот. Но кто-то вот любит наоборот. Минимализм. То есть легенький, когда от тебя аромат есть. И все. Вот это ваша тогда будет история. Обязательно возьмите. Потому что ароматы на самом деле очень достойные. Они вкусные. Они интересные. Мне очень нравятся оба. Не могу до сих пор даже выделить, какой больше. Они абсолютно разные. И оба очень интересные. Про стойкость вам сказала. Про крышки поговорили. Ну и все, в принципе. На этом ролик тогда я буду заканчивать. Если вопросы остались, пишите в комментариях. Ссылка для регистрации в Берли, как всегда, под видео. Всех люблю. Целую. Всем пока-пока.